С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена для кандидатов-водителей. Экзамен, который и до этого был достаточно волнительным, стал еще сложнее. О том, какие нововведения были приняты, расскажет Елизавета Кабанова. Получить водительское удостоверение стало еще сложнее. Нововведение объединили два экзамена – город и площадку. Теперь все элементы должны выполняться кандидатам-водителям во время движения по городским улицам. Что касается Наринмара, то не все упражнения смогли перенести с площадки, так как в столице округа отсутствуют подходящие места. Эстакада, параллельная парковка и въезд в бок с задним ходом было решено оставить на площадке. А что касается изменений в системе штрафных баллов, сейчас бы я уже не сдала экзамен, так как у меня не пристегнут ремень. Перенос нескольких элементов в город позволит проверить навыки кандидата на получение водительского удостоверения в более реальных условиях. С учетом нововведений были утверждены новые маршруты. В них учтены дороги с малоинтенсивным движением и те участки, на которых количество машин и пешеходов сведено к минимуму. Система штрафных баллов также претерпела изменения. Да, в систему изменения штрафных баллов также внесено много коррективов. Если сейчас у нас все баллы подразделялись на 1, 3 и 5 штрафных баллов, то теперь отдельным блоком у нас сделаны 1 балл, 2 и 3. Также отдельным блоком у нас выделены нарушения, за которые при допуске которых кандидат водителей сразу же поставляется, цена кандидата не сдал. Процесс обучения остался тот же. Кандидаты водители будут практиковаться в выполнении элементов на площадке, как было и раньше. Сам учебный план не меняется. Сдача, да, конечно, будет сложнее. Почему? Потому что, во-первых, два экзамена объединили в один. И, во-вторых, если сейчас сидит инструктор, учитель этого ученика за педалями, он знает возможности этого ученика, он знает, как сможет этот ученик проехать, лишний раз на педали не нажмёт. То теперь инспектор будет сидеть за педалями и принимать экзамен. Экзамен и раньше был достаточно сложный. По стране процент сдачи равен 26. В нашем же округе он составляет всего 14. Впрочем, есть и хорошая новость. Теперь получить водительское удостоверение можно с 16 лет. Но с согласия одного из опекунов.